Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня на распаковке у нас отдельное поворотное основание от компании Fireco. Пришел в такой упаковке, пришел как всегда быстро, давайте скроем и посмотрим поближе. Здесь я заказывал еще красные очки, приходят вот в таком интересном кейсе, ссылку на них и на поворотное основание оставлю под видео. И сама поворотная база. Да, поворотное основание на сегодня стоит 1350 рублей, а лазерные очки 430 рублей, но они идут в чехле и сами очки намного лучше. Они сделаны из не царапающегося пластика, то есть если посмотрите, то на дешевых очках стекла обычно все исцарапанные и такие мутноватые. У этих очков Fireco прозрачный пластик и он не царапается, то есть в них отлично все видно и намного комфортнее работать. Кейс у очков также сделан очень прикольно, он очень жесткий, такой из плотного материала, то есть очки реально не сломаются. В общем на самом деле хорошие очки, есть красные, есть зеленые, то есть кому требуются очки, лучше выбирайте вот такие. Так друзья, это основание уже многим знакомо, оно поставляется с многими 3d лазерными уровнями, но тем не менее доступно для отдельного заказа. На базе имеется три винта, один винт отвечает за поперечное смещение, сейчас мы посмотрим в дальнейшем насколько оно смещает. Этот винт отвечает за продольное смещение и этот винт отвечает за поворот вот этого основания вокруг своей оси. Также на корпусе имеется пузырьковый уровень, что добавляет удобства при использовании, чтобы наглядно видеть как стоит крепление в пространстве. Само основание все сделано из металла, крутящаяся верхняя плашка сделана из пластика. Резьба сверху 1,4 дюйма и резьба снизу 5,8 дюйма для крепления на штатив, либо штангу. Для установки уровня можно использовать ножки, они также крутятся, то есть можно подкручивать и устанавливать. Ножки выкручиваются полностью, это иногда нужно для установки на тот же штатив, если допустим ноги мешают встать и прикрутиться. Так давайте установим прибор и посмотрим есть ли прокруты у этих винтов. Так друзья, вот я установил прибор, это FireCode 3D Green, обзор его можете посмотреть перейдя по ссылке в верхнем углу, очень классный прибор. И давайте посмотрим насколько происходит поперечное и продольное смещение от этих двух винтов. Давайте включим прибор, выберем вертикаль. Так друзья, вот я установил отметку на 8 сантиметрах, отодвинул базу до конца и давайте посмотрим на сколько сместится линия. Крутится винт туговато, но в принципе плавно. Так, ну вот друзья, все, я докрутил до конца, его смещение составило у нас 1,3 сантиметра. Давайте теперь посмотрим продольное смещение. Для этого повернем уровень и отведем площадку до самого конца и будем крутить в другую сторону до предела. Так вот друзья, я докрутил до предела и смещение составляет те же 1,3 сантиметра. Хочу отметить, что крутилки при реверсе имеют прокруты, то есть отклик не моментальный, некоторое число поворотов проходит впустую и только потом начинается движение. Это конечно не очень приятно. Так и давайте проверим крутилку, которая отвечает за поворот вокруг своей оси. Крутится очень легко и отлично справляется со своей задачей. Так давайте попробуем покрутить другую сторону. Ну именно эта крутилка с реверсом справляется лучше, чем эти две нижние. То есть отклик хороший, практически моментальный. В общем друзья, поворот вокруг своей оси реализован намного лучше, чем поперечное и продольное смещение. Выбор таких аксессуаров очень маленький, поэтому на сегодняшний день этот триггер пожалуй самый лучший из всех предложенных. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем добра. Пока-пока.